Мир вам! Единственное, чему люди учатся из истории, это тому, что они ничему из нее не учатся. Она прасна. История повторяется. Те, кто не знает истории, обречен повторять ее ошибки. Хорошо об этом сказал Экклесиаст. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот это новое, но это уже было в веках бывших прежде нас. Это означает, что события, которые происходят сегодня, являются в той или иной степени повторением того, что уже когда-то имело место в истории. Технологии и имена меняются, но причины и следствия остаются. Причина кроется всегда в испорченности человеческой натуры. Следствие всегда в тех судах, которыми Бог судит живущих на этой земле. Сегодня слова Суд Божий, звучащие на протяжении веков, как определение того, что происходит и от кого происходит, искусно замаскированы такими словами, как кризис, нестабильность, падение, трудности. Ни один из рационалистических материалистов не хочет признать, что война – это суд Божий на земле здесь и сейчас, потому что тогда он должен будет согласиться с тем, что ад – это суд Божий в вечности там и потом. Отвергатели ада среди христиан занимают ту же самую позицию. Если им что-то не нравится в Библии, они просто исправляют Библию с помощью греческих и еврейских оригиналов или обращаются к авторитетным богословам, которые делают то же самое, но только на более авторитетном уровне с помощью профессионального жаргона. Если вы думаете, что в этом выпуске я озвучу имя Антихриста и приведу убедительное доказательство, почему это именно он, то спешу вас разочаровать. Сенсации не будет. Я не собираюсь пополнять с собой когорту лжепророков, которые в период психических обострений в обществе, вызванных истерическими настроениями и ожиданиями бедствий, катаклизмов и концов света, тут же предлагают кандидатуры и доказательства, почему тот или иной лидер и есть Антихрист. Я всего лишь покажу из истории, как в течение прошлых веков любители и профессиональные богословы постоянно ошибались, когда объявляли очередного политического выскочку и марионетку Антихриста. Это будет краткий исторический экскурс лишь для одной единственной цели. На наглядных примерах я хочу показать, что люди всегда ошибаются. Каждый их выстрел производит осечку. Они будут ошибаться снова и снова до тех пор, пока придет некто, о ком они даже и не подумают, что он воплощение самого дьявола. Люди настолько будут им очарованы, что увидят в нем Христа. Мы часто ошибочно думаем, что Антихрист означает против Христа. Нас так приучили думать словами антибиотик, антисемит, антивирус, антисептик, антициклон и так далее. Но иногда слово анти означает вместо. Антихрист это тот, кто будет выдавать себя вместо Христа. И кто вместо Христа будет принят. Я приведу список из 20 персонажей, которые в разные времена назывались антихристами. Отмечу их некоторые характерные особенности, чтобы в конце этого видео мы вместе с вами пришли к определенным выводам. Каждый из приведенных кандидатов по некоторым своим качествам и характеристикам вполне подходит на роль антихриста. Но нужно всегда понимать, что в человеке греха и сыне погибели все характерные черты и малейшие детали, которые открывает нам Писание, должны сойтись в полной мере и ничему не должно быть упущено. Мало кто даже из христиан знает, что о нем столько пророчеств в Библии, в которых подробно описывается его характер, качество, личность, а также его восхождение и деятельность как политика, диктатора, стратега, дипломата, извращенца и воплощение самого князя тьмы, что только личность Господа Иисуса Христа превосходит его в количестве пророческих указаний, упоминаний и намеков. Прежде чем я приведу примеры претендентов на роль антихриста из прошлого и настоящего, прошу вас подписаться на мой канал, поставить лайк, если вам понравилось это видео и не забыть оставить комментарий. Этим вы очень поможете развитию канала. Если вам понравилось видео, если вы согласны со сказанным и находите это полезным, поделитесь им в ваших аккаунтах, группах, каналах и социальных сетях, чтобы его могли увидеть многие. Вам это абсолютно ничего не будет стоить, а для нас это будет ощутимой поддержкой. Итак, начнем. Открывает хит-парад человеческого позорного величия и гордости Антиох Эпифан. Он был одним из немногих кандидатов на роль антихриста задолго до того, как в мир пришел Господь Иисус Христос. Антиох описывается в Писании как прообраз антихриста. Эпифан был предсказан пророком Даниилом, и он, как настоящий предтеча, исполнил многие из пророчеств, которые полностью осуществляются в антихристе, но в ужасающе глобальном масштабе. Второй – это римский император Нейрон. Он был одним из первых великих людей, подходящих на роль антихриста. Он предал смерти многих христиан и даже убил членов своей семьи. Действия Нейрона в действительности помогли церкви быстрее распространиться. Когда он узнал, что римский сенат замышляет против него заговор, он впал в ничтожество и умер, перерезав себе горло. Третий кандидат – Папа Римский. Вы спросите, какой? Любой из них. Почти каждому Папе присваивали титул антихриста. Понтификус Максимус или Верховный Жрец среди протестантов является фаворитом на роль антихриста. Когда в темные века власть Папы была не ограничена ничем, кроме его жалкой жизни, претензии на роль антихриста казалось более правдоподобными. Сегодня политическая, религиозная и финансовая власть римского Папы настолько ослабла, что все, на что хватает сил у этого грязного педофила и старого садомита – это прикрывать от уголовного преследования своих похотливых кардиналов, которым в качестве компенсации на запрет расслевать детишек он совсем недавно позволил благословлять парочки извращенцев. Если римский Папа каким-то образом и будет связан с антихристом, то, скорее всего, как лжепророк. Четвертая фигура – Карл Великий. Он жил с 742 по 814 года н.э. и контролировал большую часть Центральной Европы. Карл Великий поставил себя на место антихриста, пытаясь восстановить Римскую империю, задача, которую может выполнить только настоящий антихрист. Он умер, не успев достичь своей цели. Пятый. Наполеон. Самопровозглашенный французский император не был особо разратным человеком. Он не преследовал церковь, да и ряда качеств, нужных для этой роли, ему не хватало. Его падение заключалось в том, что он слишком любил войну, в то время как антихрист будет слишком любить мир. Наполеон, как и Карл Великий, работал над возрождением Римской империи. Шестой. Алистер Кроули. Колдун, маг и откровенный сатанист, вдохновлявший собой самого Адольфа Гитлера. Кроули жил в Англии с 1875 по 1947 года и был настолько демоном во плоти, что еще при жизни его прозвали Зверь и 666. Ряд рок-н-ролльных групп, таких как Битлз, Дорс и Оззи Осборн часто ссылались на него в своих музыкальных альбомах. Седьмое место занимает Франклин де Ланна Рузвельт. Числовое значение имени Рузвельта составляет 666. Из-за Великой депрессии Рузвельт был самым авторитарным президентом в свободных Соединенных Штатах Америки 20 века, чем и вызвал подозрения на роль Антихриста. Рузвельт находился у власти 12 лет. Восьмое место занимает Бенито Муссолини. Поскольку Муссолини стал диктатором Италии, древним центром Римской империи, он был предметом многочисленных комментариев во время своего правления с 1922 по 1943 года. Его крайняя высокомерие и наглость соответствовали характеру Антихриста, но его военные способности были смехотворны. Италия нуждалась в помощи Германии на протяжении всей Второй мировой войны, так как Муссолини был хорошим оратором, но плохим стратегом. Девятое место занимает Адольф Гитлер. Большинство людей описали бы этого человека как самое кровожадное чудовище, которое когда-либо жило на земле. Австрийский ефрейтор и несостоявшийся художник остается демоническим предвестником того, каким будет настоящий Антихрист. Иосиф Сталин. Этот советский диктатор считается величайшим массовым убийцей всех времен, на руках которого кровь более 30 миллионов человек. Большинство тиранов в истории убивали чужих граждан. Сталин специализировался на убийстве своих собственных. Следующее место занимает Джон Фиджерал Кеннеди. Считалось, что Джон Кеннеди первый в США президент-католик, выполнявший указания Папы. На съезде Демократической партии в 1956 году он получил 666 голосов. Когда Кеннеди был застрелян в Далласе, люди, убежденные, что он и есть Антихрист, ждали, что его смертельная рана исцелеет, как у зверя из Откровения. Но этого так и не произошло. Рональд Уилсон Рейган В 80-е годы, когда он был президентом Соединенных Штатов, кто-то высчитал, что во всех трех его именах по шесть букв. Это довольно частая спекуляция на имени. Что не политик и диктатор, то в имени обязательно зашифрованы три шестерки. Начиная Нероном, продолжая Папой Римским, и вот заканчивая Рональдом Уилсоном Рейганом. Следующий – это Михаил Горбачев. Первый и последний советский президент, приложивший руку к развалу безбожной коммунистической системы, принеся мир и безопасность для всего мира. Для многих из-за так называемой «метки на голове» или «родимого пятна» он был кандидатом на пост Антихриста. Помню, как в детстве одни его ассоциировали с Михаилом, поразившим дракона из книги «Откровения». Другие же видели в нем исполнение некого пророчества о Михаиле Меченом. Сейчас даже смешно об этом вспоминать. Следующий кандидат на место Антихриста – это Ясер Арафат. Кто еще помнит это имя? Лидер Организации Освобождения Палестины. Когда Арафат подписал мирный договор с Израилем в 1993 году, некоторые думали, что он воплощает в жизнь пророчество о том, что Антихрист подпишет 7-летний мирный договор с Израилем. До сих пор мы рассматривали кандидатуры на роль Антихриста из прошлого. Тех, кто уже оставил этот бренный мир, пристав на суд Божий. Но также есть претенденты на эту роль из ныне живущих. И этот список возглавляет Билл Гейтс. Если зверь должен быть компьютерно грамотным и финансово обеспеченным, то Билл Гейтс – хороший кандидат. Плюс все эти истории всемирной вакцинации и искусственным интеллектом лишь добавляет ему голосов. Следующий кандидат – это принц Чарльз Уэльский, известный сегодня как Карл Третий. Многие думают, что старый принц Чарльз, или уже новый король Англии Карл Третий, может быть тем самым чудовищем. У Чарльза были известные нумерологические утверждения о нем, те, которые приравнивают его имя к 666, а также, кроме того, считается, что он имеет родовые связи с Римской империей. Также известно, что он вегетарианец, что по мнению некоторых может объяснить, почему Антихрист остановит ежедневное жертвоприношение животных в еврейском храме. Ну согласитесь, не смехотворны ли эти все теории. И, наконец, предпоследнее место в нашем хит-параде занимает Барак Обама. 44-й президент вызвал большой интерес к тому, какие возможные связи он может иметь с библейскими пророчествами. После того, как он был избран на пост президента США, тут же появилось огромное количество различных совпадений, отсылающих его к темной стороне силы. Начиная с его загадочного покрытого тайного прошлого и заканчивая автомобилем по имени Зверь. Ну и, наконец, последнее место занимает Джаред Кушнер. Зять бывшего и, возможно, будущего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Кто из вас не слышал о его здании под номером 666 в Нью-Йорке на 5-й авеню, за которое он заплатил в три раза дороже, чем оно стоит на самом деле, лишь бы только оно досталось ему? Для кого-то уже этого вполне достаточно, чтобы увидеть в нем Антихриста. Ну а если этого мало, то можно вспомнить его сделку века или мирный план между евреями и арабами, который хоть и не увенчался успехом, но наделал в свое время очень много шума. Список кандидатов на роль Антихриста можно продолжать до бесконечности, и это лишь говорит о том, что ни один из тех, кого вы считаете сегодня Антихристом, таковым не является. Почему? Потому что Антихриста, как и было сказано в начале, будут любить, обожать, как спасителя, избавителя, видя в нем самого Иисуса Христа. Каждый из представленных кандидатов обладает каким-то одним или двумя качествами, присущими Антихристу. Но когда появится настоящий Антихрист, он сосредоточит в себе одном все то, чем обладали представленные вашему вниманию персонажи, каждый в отдельности. Антихрист будет самим воплощением зла, потому он и назван человеком греха и сыном погибели, хотя внешне сможет обаять и склонить на свою сторону весь мир, придя бесшума и лестью овладеет царством. У меня есть несколько собственных наблюдений об Антихристе. Во-первых, я понятия не имею к тону. Когда вы изучаете историю, люди, которые стали широко известны на мировой арене, часто были в значительной степени неизвестны до того, как стали знаменитыми. Например, Гитлер является хорошей тому иллюстрацией. Прежде чем он овладел большей частью Европы, в какой-то момент он жил в ночлежке под мостом. Если бы вы прошли мимо него, вы бы никогда не догадались, что однажды он станет угрозой всему миру. Когда придет время Антихриста, он добьется великой власти, но сейчас он мог бы качать бензин на какой-то заправке. В последние годы слово «Антихрист» потеряло большую часть своего значения. В былые времена назвать кого-то Антихристом звучало как страшное проклятие. Сегодня присвоение этого имени кому-то или чему-то может вызвать лишь улыбку и мифологические связи. То же самое относится и к тому, чтобы назвать кого-то дьяволом. Такие персонажи, как Михаил Горбачев или Билл Гейтс, только затуманивают реальное значение Антихриста. Когда-нибудь он придет к власти и уничтожит больше людей, чем кто-либо до него. Мы должны позаботиться о том, чтобы не слишком сосредотачиваться на Антихристе. Наша надежда лежит на истинном Христе. Любая новость о человеке греха должна только лишь подготовлять нас к приходу человека спасения. Лично я глубоко убежден о довеликоскорбном восхищении церкви, поэтому не планирую встречаться с этим сыном погибели. Только те, кто не раскаялся в своих грехах и не обратился к Господу, должны ожидать встречи с Ним лично, или, что более вероятно, увидеть Его по какому-нибудь CNN или какому-нибудь Russia Today. На этом сегодня все. До следующей пятницы и до следующего выпуска. Благослови вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова